Телекомпания ВИД представляет С праздником вас, дорогие россияне! 22,6 миллиарда долларов. Вот сколько весит наш сегодняшний праздник. Но что-то не видно радостных лиц. Я ехал сегодня в студию. Нет этого ажиотажа, который был вчера на Елисейских полях. Об этом поговорим позже. Сегодня в связи с огромными кредитами международных финансовых организаций мы проведем беседу с главным, как вы понимаете, специалистом в России по кредитам и их использованию. Целевому и нецелевому. Михаил Задорнов. Добрый вечер, Михаил Гаврилович. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. 11 лет назад, колоссальное предвидение, 87-й год, вы уже все понимали про кредиты. Откуда такие знания на заре капитализма? Я всегда говорил, что у меня ощущение, что наше правительство и наши верхи, не имея своей программы, порой пользуются моей программой. Так, но, значит, на вас ответственность за ее результаты. Я собираюсь писать теперь что-то хорошее. Так, чем порадуете? Ну, это, я боюсь, что они это читать не будут. Но вообще с кредитами действительно ситуация забавная. Мы одни с вами смеемся сегодня. Ну, не одни, есть еще, наверное, люди разумные. Но в народе радости нет. Вы правы, абсолютно. Что происходит? Вам, как знатоку человеческих душ, российских душ, должно быть это виднее. Победа Франции феноменальная, конечно. И радость такая, что вот 80 человек в сладком мордобое получили увечья на Елисейских полях. У нас пришла весть. Огромные кредиты. Наконец можно вздохнуть. Не только президенту, всем во всей стране. И тишина мертвая. Ну, потому что ни до кого эти кредиты не дойдут. И все это прекрасно понимают. У нас страна не такая глупая. У нас радуются только те, кто потом сворует этот кредит. А они радуются тихо за заборами. И мы этого не видим. А я, например, радовался победе сборной Франции. И весь народ наш радовался. Мы приобщились к этой чудной радости. Ведь посмотрите, как вчера было весело всем у телевизора. И знаете, о чем я подумал, Андрей? Как жалко, что у нас нет не только сборной, а у нас нет даже гимна. Мы не прикладываем вот так руку, как вы мне показали сегодня перед съемкой. И у нас нет президента, который бы вдохновлял прикладывать вот так руку, так петь, так кричать, который бы относился к людям, а не к электорату. О, какая невеселая тема. Ну, хорошо. Итак, сегодня час пик для главного специалиста по кредитам. Может быть, по кредиту доверия. Вот такое словосочетание у нас очень часто используется. Кредит доверия. Михаил Задорнов. Публицист, журналист, писатель-задирик с лицом холодного интеллигента. Без званий и наград, а потому независимый и свободный. Родился в Риге. После школы отправился чернорабочим на Курильские острова. Там узнал, почем фунт лиха. И впервые написал серьезную повесть. В 74-м окончил МАИ и стал рядовым инженером. Мечтал купить андаторовую шапку. Наверняка без нее бы и остался. Но помогли дополнительные 30 рублей, которые получал, руководя театром, КГБ. В 76-м впервые напечатался в журнале «Театр». Потом был редактором отдела сатиры в юности. Написал 15 книг. 21 июля собирается отметить юбилей в задорном духе. Потому что чувствует себя не хуже, чем любой участник открывающихся сегодня всемирных юношеских игр. Дай вам Бог, дай вам Бог. Ну, Зага не поздравляет, так что об этом сегодня много говорить не будем. Вернемся в прошлое. 86-й год. Первый сатирический рассказ на святого человека, на человека, который подарил нам новую жизнь. Михаила Горбачева. Второй. Второй. Первый был в 85-м, после того, как Горбачев съездил в Ригу. И Ригу причесали, пригладили, помыли тротуары, отмыли памятник Менделеева, оказался Суворову. Ну, примерно. И я об этом написал. Приезжайте еще, мол, в наш город. Потому что через какое-то время снова ведь грязь побудет. И тогда «Таймс» писал, что действительно кажется, в Советском Союзе перестройка. Раз в сатирическом произведении упоминается впервые за время существования СССР имя генерального секретаря. Да. А 86-й год – это уже пародия на Горбачева. Миша Евдокимов, известный теперь артист, показал мне тогда за кулисами, как он пародирует в тиши, совершенно, чтобы никто не видел излишних, как он пародирует Горбачева. А у меня был филетон. Человек учит говорить по-русски сам, в общем-то, не умея этого делать. Компания такая чисто советская разворачивается. И у меня, когда я исполнял ее, начали появляться вот эти ивдокимовские, а не горбачевские нотки. И люди приходили и говорили, о, мы поняли про кого это. И таким образом, совершенно органично, я не задумывал этого, так появилась случайно эта пародия. Хорошо, но вы потом, ну, так сложилась судьба, вы потом были дружны довольно долгое время с Борисом Николаевичем. Ему нравились вот эти эскапады по поводу Горбачева? Да, мы не то что дружны были, мы были знакомы и часто довольно так виделись. И однажды в Юрмале Ельцин пришел на мой концерт. Это был запоминающийся концерт, потому что все, кто сидели за ним, он сел на десятый ряд. С двумя-тремя телохранителями, тогда еще этого кортеджа не было. И весь, вся задняя половина зала перебежала вперед смотреть, как он реагирует. А Борис Николаевич вообще хорошо реагировал, всегда на шутки. Концерт прошел в три раза веселее, чем обычно. Потому что он смеялся, так вот склонялся и ухахатывался. Если он не будет баллотироваться на третий срок и будет нормальным гражданином России, предложите ему поездить с собой на гасторию? Видимо, человек, который заводит зал, очень нужен в команде. Это мысль отличная, но надо, так сказать, определить, конечно, процент. И процент, конечно. Да, телохранителем. Хорошо. Ну вот, эта тема, которую ни один сатирик, консортирующий, тем более, не обходит. Новые русские. Новые русские. Как вы считаете, Михаил Николаевич, закончилось? Новые русские уже никому не интересны? Это их жлобство, это их хамство, это их такое вот провинциальное ханжество. Этой темы у вас больше нет? Вы знаете, что у меня особое отношение к этой теме. И я, например, очень жалею у многих наших людей, у кого большие деньги. Я смотрю на их лица, и я понимаю, что они все в заботах. Что делать, куда вложить, когда за тобой придут. А придут обязательно, или те, или другие. Потому что все равно деньги наворованные. И вот вчера сборная Франции играет, а у нас сборная по воровству первейшая в мире. И я так понимаю, что у них радости нет элементарной. Они в туалет ходят в секьюрити. Не блеснет ли из унитаза дула киллера, забегает сначала этот, который продырявит хозяину нижнюю голову. И вот я смотрю, идет человек по улице. Вы обратите внимание, Андрей, вот по Тверской. Идет, улыбается, хохочет. Нищий. Идет богатый скул и свело от напряжения. Это портрет Пикассо. Жил вакина, затылки. И я смотрю по телевидению выступления наших чиновников. Я, кстати, про чиновников придумал анекдот позавчера. Разговорит два чиновника. Один другому говорит, тяжело стало жить честным людям. Второй говорит, а тебе-то чего? Уважаемые благородные Доны и Дони. У вас есть возможность позвонить по прямым телефонам в нашу студию. И либо попросить Михаила Николаевича о чем-то, либо задать ему вопрос. У вас потрясающая возможность. Не так часто это бывает. Пожалуйста. Андрей, отвлекся, я договорю. И вот выставать по телевидению человек. И вот чем больше человек наворовал, тем у него серьезнее и неулыбчивее лицо. Вот видели лица наших... После этих слов так хочется улыбаться. Да, 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 да. Все время. Кредиты, кредиты. Как еще в тумбочку положить, из которой брать можно? Ну, хорошо. Мы продолжим наш разговор. А сейчас не могу отказать себя в удовольствии. Ну, и... Может быть, и вам будет смешно. Посмотрим? У меня, что ли? У них все, как у нас на Азоне. Слышь, а у Гайдара Крикок услыхал? У Гайдара плохиш. Понял? Как на Азоне от пахана отошел. Плохиш. Все. У них все из-за бабок. Всегда так было. И зачем мы овроди тогда посадили еще? Не поделился. Понял? А почему выпустили? Поделился. Позвал Мавроди сразу все. Понял? Ты понял? Он позвал Жирика. Говорит, Жирик, поможешь выйти, отстегну твоей братве. Понял? А Жирик сразу понял. Сразу на сходняк к Степаше. Говорит, Степаша, отпусти Маврика. Это я, Жирик, говорю. Буду всей кодлой голосовать за бюджет. Понял? И все довольны. Ты понял? Да че ты ха-ха? Ты послушай. Ну, я тебе отвечаю. Все довольны. Маврик на свободе. Жирик с бабками. Народ с бюджетом. Пам! Ой, как же грустно-то. Как же грустно-то. Да весело. Все пройдет. Да? Конечно. Россия, все будет хорошо. Все будет хорошо. Это вам Михаил Задорнов сказал? Я же предсказал. Да, да, да. Мы кармически связаны. Мне друзья звонят недавно, говорят, ты в известиях так пошутил. Я говорю, а что там такое? Там написано, что рубль не упадет. Михаил Задорнов. Но Михаил Михайлович вам действительно обязан. Мне кажется, когда его выбирали на Камчатке, все думали, что голосуют за сына известного писателя. Но он интеллигентный человек и наша фамилия в полном порядке. То есть он, по крайней мере, не подведет историю вашей фамилии. Кстати, вы же потомок польских дворян. Дворян, да. Да, это интересная история. Мама настояла на том, чтобы я нашел предков. И действительно удалось. Детективная история. Я как-то сказал по радио, что наши предки жили в Заросае. И вдруг звонок из Заросае прямо на радио. Почему тут обо мне говорят? Потому что я назвал фамилию. А оказалось, патчмейстер в Заросае нынче живет. И выяснилось на следующий день, что это мой троюродный брат. Потому что меня встретил человек в Заросае. Я туда поехал с профилем моей мамы, такой очень симпатичный. И мы теперь родню нашли в Литве. И, в общем, это очень приятно, конечно. Михаил Николаевич, а чем закончилась эта история, которая почти три года, вы очень плотно занимались русскими в Прибалтике. И вывозили, я знаю, вывезли около ста человек пенсионеров. И занимались их судьбой здесь. Что сейчас? Ну, тяжелое положение было у старого поколения в странах, брошенных России. И я об этом часто говорил, говорил и писал записку Черномырдина в Думу. И было это в начале 90-х годов. Никто внимания не обращал, пока не взорвали в Латвии синагогу и пока не пошла демонстрация эсэсовцев. Когда весь мир обратил, нам вдруг неудобно стало. А на самом деле отношения вообще между Латвией и Россией чуть-чуть стали лучше уже за последние годы, если говорить честно. Но старые люди не могут поменять мировоззрение. И я руководил фондом, мы перевозили старых людей за наш счет. И вот интересно, сегодня мэрия наша так много говорит о том, что надо заступаться за русских. Правильно, я согласен, везде надо заступаться, не только в Латвии. Во всем мире надо за своих заступаться. Но почему же они не дали мне больше мест в доме престарелых, где есть места, чтобы я продолжал этих людей сюда перевозить оттуда из этих тяжелых для них условий. Вот Коробченко, например, кто-то из слуг Лужкова не дал, так сказать, мест. Сказал, нельзя. Почему? Я знаю почему. Потому что вот та миниатюра, из которой вы фрагмент взяли, она обидела наших чиновников. Так вы мне не давайте места в доме престарелых. Почему вы зло срываете на старых людях? Михаил Николаевич, я хотел бы вот об этой вещи поговорить. Я недавно прочитал этот сценарий, кофточка. Она-то может обидеть вообще весь мир, весь свет. И судьба у вас незавидная. Ну хотя бы фабулу расскажите. Это очень интересная вещь. Мне кажется, по этому сценарию стоит снять кино. Я считаю, что с тех пор, как Советский Союз открылся, что в Советском Союзе жили люди, которые совершили большой грех в прошлой жизни. И они должны были, мучаясь у нас, искупать этот грех. Это полупарадоксальная такая мысль, но в каждой шутке есть доля шутки. И с тех пор, как открылся железный занавес, градус агрессии во всем мире вырос. И я однажды видел, живя еще в полукомнатной квартире давно, как кофточка, которую бабушка сбросила своему внуку, попала на дерево. Из-за этой кофточки, когда ее сбивали соседи-жильцы, разгорелся небольшой скандальчик под балконами. Вышли люди на балконы. И тогда я дофантазировал, как сегодня может произойти ядерный взрыв. Несмотря на то, что ЦРУ планирует разорвать Россию, уничтожить, приватизировать, на самом деле мы пойдем своим путем, как всегда. Как от кофточки может вырасти просто конец света. Потому что мир нагрелся, температура агрессии безумно выросла. Я постарался сделать это очень-очень весело, чтобы это было очень узнаваемо, чтобы там были типы сегодняшней священники, бывший КГБшник, и бизнесмен обязательно, который всегда говорит «окей» в русской речи, потому что он думает, что он так интеллигентнее выглядит. И чтобы это было очень весело, и чтобы только концовка была грустной, но в то же время обнадеживающей. А вот эта история, реальная история, которая сейчас разворачивается, эти никуда не уходящие шахтеры на Горбатом мосту. Вот я вчера ехал, дождь, странное ощущение, какой-то пикник на обочине, стругацкий, покрытый шевелящимся этой пленкой людей. Я видел вчера, я после футбола... Одно большое, какое-то живое существо, живущее своей жизнью. Хорошо, Феллини такая. Да, абсолютно. Вот она, кофточка. Конечно, это тоже. Если сегодня кто-то будет снимать фильм, я обязательно допишу уже согласно сегодняшнему, уже вот сегодняшним моментом какие-то сцены допишу. Я тоже ехал вчера, я тоже видел это, на меня тоже жуткое ощущение это произвело. Я хотел бы вернуться к вашим отношениям, ну поскольку мы в эфире и смотрят нас миллионы, это интересно всем, я уверен. Ваши отношения, личные отношения с президентом. Да, это была не дружба, это было знакомство, но вы ведь живете до сих пор в одном доме с семьей Ельцина. Ну, там много живет. И я знаю. Мы не так, не вдвоем. Да, да, не вдвоем. Но вот каково писателю сатирику, а вы писатель сатирик. Не открутитесь уже, не ответитесь. Журналист. Журналист. Публицист. Публицист. Хорошо. Жить так близко к власти, к верховной власти. Ведь вы же как бы по роду деятельности обязаны подтрунивать, ругать, подмечать, выявлять. Поэтому я еще на сегодняшний момент сдерживаюсь. Я вам честно скажу. Из последних сил, видимо. Из последних, потому что, ну, действительно, если люди были знакомы, должны сдерживаться. Так, наверное, по-мужски. Но все-таки, когда была Чечня и когда столько было убито, а мне говорят, что взамен всего вы получили свободу слова, то я лучше отдам свободу слова, лишь бы эти люди не были, не погибли. И, конечно, им легко говорить об все-все. Их дети не погибли там. Ни премьера, ни вице-премьера в дети не погибали. Это я должен сдержаться сейчас. Я не должен высказывать все, что я думаю по этому поводу. И моя мечта, честно говоря, уехать из этого дома. Но в свое время Александр Васильевич Крыжаков, небезызвестный, меня торопил, чтобы я сдал предыдущую квартиру, где я жил. А взамен той, которую я получу. Так вот, я теперь не могу уехать, я живу в общежитии Кремля. Михаил Иванович, я хотел закончить программу фрагментом вашего выступления. Но сейчас меняю решение. Мне хотелось бы, вот у нас осталось около минуты, хотелось бы у вас узнать, вас любят люди и прислушиваются, у вас узнать, как вы думаете, кто будет следующим президентом в нашей стране? Если не по имени, то по человеческим качествам. Хороший, хороший, вот вторая, мне очень нравится, что вы так дополнили вопрос. Я считаю, что будет человек культуры. Может быть, через срок, но человек, который много сделал в искусстве, хорошо уже зарабатывает, не зависит ни от чего, который понимает, что нужен институт власти, а не когда демократия зависит от одного главного демократа. И я считаю, что у нас все были уже, а вот культурного по-настоящему человека, который бы думал об образовании, вот такой будет. И я все сделаю, чтобы он пришел. Поэтому его соперников я утоплю на своих выступлениях. Дай вам Бог. Борюк буду топить. Я готов вам в этом помогать. Это был час пик для Михаила Задорного, главного специалиста в России по кредитам и президентам. Телекомпания «Вид» по заказу ОРТ.